Оло амигос, на связи Матвей. На моём канале уже вышли два подобных видео, а именно топ-5 самых лучших дешёвых машин, топ-5 самых лучших машин среднего класса, и вот мы подобрались к финалу данной рубрики. Сегодня я вам расскажу про 5 самых лучших машин, которые вы можете приобрести в КРМП Мобайл Блэк Раша. Да, и я не просто возьму 5 самых дорогих машин из элитного автосалона, я составил свой собственный рейтинг, по которому я буду оценивать авто. А именно, это, во-первых, внешний вид машины, во-вторых, максимальная скорость, в-третьих, время, за которое машина разгонится от 0 до 100 км в час, ну и в-четвёртых, это управляемость авто. Грубо говоря, максимальное соотношение цены и качества. Честно говоря, все машины из данного топа я никогда не видел на сервере Блэк Раша. Играю я, кстати, на лайм-сервере. Ну а перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые на моём канале, обязательно оформите подписку. Тут вы найдёте лучший контент по Фартнайт Мобайл и КРМП Мобайл Блэк Раша. А если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в Блэк Раша, то вы сможете с лёгкостью скачать данный проект по моей ссылке в описании в два клика на любое андроид-устройство совершенно бесплатно. Также, если именно ты хочешь вместе со мной поиграть в Блэк Раша, смело добавляйтесь на наш Дискорд-канал, ну или в нашу беседу группы канала ВК. Все ссылки в описании. Обязательно спишемся, я вас приму в свой клан на сервере Лайм. Ну и, может быть, подкину немного денег. В общем, думаю, вы меня поняли. Осталось только поставить лайк этому ролику авансом, ну а мы перейдём к сегодняшней теме. Наш рейтинг открывает машина под названием Porsche Panamera. Её максимальная скорость 310 км в час, но от 0 до 100 разгонится за 3,7 секунд. Стоимость такого удовольствия практически 8,5 миллионов рублей. В наш рейтинг я её включил благодаря высокой максимальной скорости, ну а также быстрому разгону по отношению к её цене, потому что подобные машины могут стоить более 15 миллионов рублей. Ну и в конце концов, это Porsche, а Porsche это красивая машина. Однако минус данного автомобиля заключается в том, что он достаточно трудно поддаётся к управлению, но зато на ней можно легко и круто подрифтить. Четвёртое место в нашем топе занимает машина под названием Nissan GTR R35. Её максимальная скорость практически 320 км в час, но от 0 до 100 разгонится менее чем за 3 секунды. Сама машина стоит практически 8 миллионов рублей. Думаю, это одна из лучших машин по соотношению цены и качества. Менее чем за 8 лямов вы получаете машину, которая должна стоить более 15 миллионов. Вы представьте себе красивую машину, которая гоняет как ламба, при этом легко управляется. Это всё про Nissan. Мне больше нечего сказать про данное авто, просто знайте, эта машина лучше в КРМП Мобайл Блэк Раша. В середине нашего рейтинга расположилась машина под названием Dodge Demon SRT. Данное авто имеет максимальную скорость более 320 км в час, но от 0 до 100 разгонится всего лишь за 2,5 секунды. И это всё чуть более за 6 миллионов рублей. Я бы её смело поставил на первое место, потому что я думаю, всем тут ясно, что соотношение цены и качества максимальное. Но всё же здесь есть пару изъянов. Машина очень тяжело подаётся управлению. Конечно, думаю, всяким дрифтерам она понравится, потому что дрифтить над ней одно удовольствие. Но если будете гнать на ней 300 км в час, вам надо будет повернуть, уверен, вас занесёт. Это чисто такая уличная дрифтовая машина, просто за большую цену. При этом с высокой скоростью. Серебро нашего топа забирает машина под названием Audi R8. Её максимальная скорость, как и у предыдущей машины, 322 км в час, но от 0 до 100 разгонится за 3,4 секунды. Но стоит она 11 миллионов рублей. Вы можете задаться вопросом, почему я её ставлю выше, чем Dodge. Как я уже прежде говорил, Dodge это просто дорогая, дворовая, уличная машина. А Audi R8 это вот именно скоростной спорткар. Это то же самое, что Lambo, просто в полцены. Она прям ощущается быстрый и при этом легко управляется. На видео, думаю, и так всё ясно. При этом Audi это статусный бренд и машина смотрится очень красиво. Опять же, прям как Lambo. Ну и первое место нашего топа забирает машина под названием McLaren 600LT. Её максимальная скорость практически 330 км в час, но от 0 до 100 разгонится менее чем за 3 секунды. Стоимость 14 миллионов рублей. В общем, чтобы вам было понятней, это то же самое, что и Audi R8, просто побыстрее. При этом, опять же, по приемлемой цене. Понимаю, что многие зададутся вопросом, с какого чёрта 10 и выше миллионов рублей это приемлемая цена. Ребят, мы имеем дело с лучшими машинами в КРМП Мобайл Блэк Раша. При этом все машины из элитного автосалона. Цена этих машин по отношению к другим из элитного класса, естественно, приемлема. Я не имею в виду по отношению к машинам среднего класса и низкого класса, только элитного. Ну, в общем, McLaren, да, это вот то же самое, что Audi R8, только быстрее. То же самое, что Lambo, просто дешевле. Сказать мне про неё больше уже нечего. Тоже хорошо управляемая, тоже очень красиво смотрится и так далее. Даже вот во время монтажа задумался. Наверное, стоило бы Audi R8 поставить на первое место. Ну, раз уж так вышло, то окей. Ну, а что думаете по поводу этого рейтинга именно вы? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях, какую вы считаете лучшей машиной элитного класса. Какую машину вы бы себе купили или уже копите на неё. Может, вы уже счастливый обладатель машины элитного класса, не знаю. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента, уверен, он вас чем-то зацепил. Не забудьте поставить лайк, оценить мою работу. Ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok